Восемь вечера в Украине, вторник, 31 июля. В материалах, корреспондентов подробностей. В студии Александр Простянек. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Скандальный отдых. Почему поездка детей бойцов АТО в Хорватию закончилась шумихой на всю страну? Сделай сам. Удалят ли из интернета чертежи, по которым каждый может напечатать себе сколько угодно пистолетов на 3D-принтере? Средь бела дня. В Бердянске в собственном дворе при свидетелях расстреляли общественного активиста. Найдут ли убийцу? Голодный год. Почему Германия рискует остаться без урожая и готовится к росту цен на продукты? На Донбассе не утихают обстрелы. В течение сегодняшнего дня боевики 9 раз нарушили режим тишины. Тяжелое оружие не применяли. Огонь открывали из гранатомета, пулеметового и стрелкового оружия. Как сообщили в Минобороны, под прицелом оказались позиции возле Крымского, Южного, Новомихаловки и опытного Павла Плеигнутого. В результате один украинский военный ранен. Потери противника пока неизвестны. А при фронтовом Краматорске свои войны между чиновниками и местными жителями. Скандал разгорелся из-за детей, которые отправились на отдых в Хорватию. За четыре года боевых действий в этой стране бесплатно отдохнули более трех тысяч ребят из зоны конфликта. Но этим летом активисты обвинили организаторов в подлоге. Якобы вместо детей, атошников и малообеспеченных на море отправили мажоров. Так ли это, попыталась выяснить Ирина Баглай. Дети из Краматорского, и вырушаем на Словацкий Курдон. Дети из зоны военного конфликта, переселенцы, дети, отцы которых погибли на передовой, и те, чьи родители служат в армии. В группе, отправляющиеся на бесплатный отдых в Хорватию, одаренные ребята, победители Олимпиад и конкурсов. Так подписала это видео у себя на странице нардеп Мария Ионова. Сто школьников из разных регионов за счет правительства Хорватии поехали на побережье Адриатического моря. Но вместо радости пост вызвал скандал в соцсетях. Жители Краматорска узнали на фото детей местных чиновников и предпринимателей. Мы узнавали многих всяких разных детей предпринимателей, детей сотрудников мэрии. Вроде бы трех замов, один ребенок и двое внуков поехало. И несколько это возмущает. Чуть позже появилась такая формулировка, что это просто талантливые дети, которые не очень связаны, мягко говоря, с АТО. Еще больше людей возмутило то, что в аккаунтах счастливчиков, которые отправились на Адриатику этим летом, подборки красочных фотографий с предыдущих поездок на зарубежные курорты. Когда мы там смотрим, что поехали дети, у которых социальные сети полны отчетами о поездке в Испанию, в Турцию, по Европе, еще куда-то, еще куда-то. Но это, ну да, это дети, они талантливые, они имеют право на отдых, они имеют право на поощрение, но все-таки, мне кажется, надо иногда заботиться о тех, кому повезло чуть-чуть меньше в этой жизни. Позже в соцсетях активисты бросили клич установить личности всех детей. Появились первые списки. И оказалось, что в Краматорской группе дети не только местных чиновников, но и людей, приближенных к одному из организаторов поездки депутата горсовета Лилии Кислицыной. О возможности отправить ребят на курорт Кислицына сообщила на пресс-конференции еще весной. Чтобы выбрать, кто поедет, обратились в Центр помощи участникам АТО. Устно попросили подыскать детей из категории погибших, дети погибших участников АТО, которые проживали, проживают либо на территории Донецкой области. Мы коммуницируем с такими семьями. И в итоге в течение чуть меньше месяца мы нашли 11 желающих. Позже, говорят, в Центре родители пятерых ребят отказались от поездки по личным причинам. Смогли только лишь 4 ребенка участвовать в проекте. Потому что пятеро отказались ввиду, ну двое участвуют в другом проекте. Обращалась Кислицына и в местное управление по вопросам образования. Условия были по одному ребенку от каждой школы. Это должны были быть обдарованы дети. Кроме того, говорят, в управлении организаторы смягчили условия по поводу обязательного наличия загранпаспорта у ребенка. Если есть, это очень хорошо. Но если нет, то детям поможет в самый короткий термин такие документы сделать. То есть это не перешкодие отсутствия паспорта для того, чтобы детина могла потрапить в такую путешествие. И все же после группу пришлось сократить почти вдвое. Причины организаторы не поясняют. Юрий Люлько, один из замов мэра. Его сын попал в группу как победитель 10 олимпиад местного уровня. Сам он переселенец из Донецка. Но комментировать скандал и критерий отбора отказался. Нет, я никаких комментариев давать не буду. Организатор поездки будет давать пресс-конференцию. Наверное, все прокомментирует. А вы как родители? Так. Я комментариев, к сожалению, я не удавать не могу. Лилия Кислицина за рубежом сопровождает группу в Хорватии. Там же и посол этой страны в Украине. Пока с ними не удалось связаться. В городе ждут их пресс-конференцию и хотели бы увидеть весь список. Но раскрывать имена организаторы отказываются. Объясняют, хотят защитить детей от разборок и травли. А вот что касается состава группы, то половина – это дети военнослужащих, утверждает куратор поездки Мария Ионова. Больше 50% загального – 118 осіб в списке – это дети военнослужащих. И, конечно, у нас первоочердно была Донецкая область, но в последний момент, в связи с тем, что там много отмолилось, мы очень благодарны, что отгукнула Львовская областная администрация, там поехали 40 представителей, это и дети военнослужащих, и дети загибших небесной сотни, и Закарпатской области – это дети соответствующей военнослужащих бригады. Организаторы закон не нарушали. С этим активисты согласны. Мы четко понимаем, что это никак не связано с законом, это не нарушение закона, да? А мне кажется, это такой вопрос в плоскости морали. Учителя теперь опасаются, что первая такая поездка к раматорских детей может стать последней. Напевно, хорватская сторона уже не захочет приймать у себя гостей. На наших детей это уникальное мышление есть. Тем временем прокуратура Краматорска уже открыла уголовное производство и передала дело в областную милицию. Расследование будет вестись по статье «Мошенничество». Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Дерзкое нападение в Херсоне во дворе дома прямо у подъезда. Неизвестный плеснул кислотой в лицо общественной активистки, а также исполняющей обязанности управделами горсовета Екатерине Гонзюк. Сейчас она с обширными ожогами в больнице. Наши корреспонденты узнали подробности этого нападения. Все произошло здесь, в одном из обычных дворов. Советник мэра, а также исполняющий обязанности управляющий делами горсовета Херсона Екатерина Гонзюк как раз спешила на работу, когда к ней подбежал неизвестный. Он облил женщину какой-то жидкостью и скрылся. Сегодня в 8 часа 45 минут до очередной части Херсонского отдела полиции надошло поведение про то, что не установлена особа, находившись за адресом 49-й городской дивизии, в доме 4, близ другого подъезда, облила женщину, которая мешает в данном доме, неизвестной родиной, передней кислотой. Нападавшего успели зафиксировать камеры видеонаблюдения. Полиция уже опубликовала эти кадры и просит жителей города помочь в поисках злоумышленника. Версию, кто мог напасть на Екатерину, озвучили близкие. Херсонский журналист Сергей Никитенко первым разместил информацию о случившемся в Фейсбуке. Он уверен, нападение связано с гражданской позицией пострадавшей. В городе она известна своими активными проукраинскими взглядами и откровенными высказываниями в адрес оппонентов. Первая мысль, конечно, это продолжается серия нападений на активных людей в Одессе, в Херсоне, в Харькове, в Днепре, ну, то есть, во всех городах методично, я так понимаю, что за русские деньги, какие-то пророссийские организации продолжают этот террор с целью запугать людей. Есть несколько, скажем так, ну, групп, которые, интересы которых, скажем так, затрагивались, она критиковала, не скрывала. После инцидента женщину с серьезными ожогами увезли в областную больницу. Сейчас она в реанимации, в сознании, но в состоянии шока. Всю необходимую помощь и лечение ей обеспечили. На состоянии пациентки тяжелое, обусловленное химическими ожогами 37% поверхности тела, преимущественно голова, верхний плечевой пояс. Правоохранители еще днем отрапортовали, что нападавшего активно разыскивают. В начале производства открыли по статье хулиганство. Такая квалификация возмутила общественность. И буквально два часа назад пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что дело будут расследовать по другой статье нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. Юрий Луценко взял дело под личный контроль. Марина Михайловская, Алексей Уманский, подробности телеканал Интер, Херсон. И это не единственное нападение на общественного активиста. В Бердянске средь бела дня на территории собственного отеля двумя выстрелами в спину убили Виталия Олешко, ветерана АТО, более известного под позывным Сармат. После возвращения с фронта он занимался бизнесом и активно критиковал местную власть. Все детали у Сергея Бордюжа. Первыми об убийстве Сармата сообщили его друзья. Выложили видео в социальных сетях. Еще до приезда полиции. Только что застрелили Сармата. Выстрелом в спину из двухствольной винтовки. У меня на глазах, можно сказать. Подошел со спины какой-то бородатый, непонятный смертник. Выстрел два раза. По словам очевидцев, к отелю Атмосфера, владельцем которого был погибший, неизвестные приехали на Красной Тавре. Это было в половине первого дня. На ней же скрылись места преступления. Брошенный автомобиль нашли в нескольких кварталах от места преступления. В Бердянске Виталий Олешко знали как активиста, который боролся с коррупцией среди местных чиновников. Что послушали? О своей недолугости. О своей недолугости как власти. Но у вас это пока не очень. За несколько часов до убийства на своей странице в фейсбуке Олешко опубликовал видеообращение, обвинив местную власть в том, что улицы курортного города завалены мусором. К вам обращаюсь в сто пятьсотый раз. Когда вы начнете убирать город? Когда вы начнете вовремя вывозить мусор? Время от времени активист организовывал митинги из-за отставку главы области. Вы все сказали? Нет, не все. Давайте так. Подождите, подождите. Давайте даримся так. Чтобы не было вот этого базара, который срезистировал данный персонаж. Давайте так. Выведем это вот так. Выведем это вот так. Виталий Олешко участник самообороны Бердянска, кавалер ордена за мужество третьей степени, участник боев за Иловайск, был в российском плену. Много кому наступил на мозоль в этом городе. Но так, чтобы заказать человека, и причем сделать это вот так вот показательно на глазах у семьи в собственном дворе, ну, я не знаю, куда мы катимся. В Бердянске никогда такого не было. Мы прошли там бурные 90-е, у нас никого не убивали. Полиции уже назвали предварительные причины покушения. Высунуты ряд версий щодо убийства Потропилова. Каждая версия имеет право на життя. От замовленного убийства до обычного бытового убийства. Есть напрацевывания, но слишком рано сказать, что можно вказать на какую-то подозренную особу. Этот злочин будет раскрыт в самый ближайший час. Ближе к вечеру появилась информация, что в районе Мелитополя задержаны четверо подозреваемых. Но официально эту информацию полиции пока не подтвердили. Сергей Бордюжа, Игорь Варябий, подробности, телеканал Интер, Запорожская область. Свободное падение. Буквально за неделю существенно подорожал доллар. Он стоит не меньше 27 гривен. И, как говорят эксперты, это не предел. Чего ждать украинцам от резких скачков, расскажет Даниил Снисер. Укреплять свои позиции на валютном рынке гривня начала в конце мая. Полтора месяца национальная валюта ежедневно понемногу прибавляла в цене. Еще на прошлой неделе доллар в обменниках стоил 26 гривен 10 копеек. Спустя несколько дней гривня девальвировала, потеряв более 90 копеек. В НБУ уверяют, дескать, это обычное сезонное явление. На девальвирование этого месяца, скажем так, а конкретнее последних двух недель, была выкликана колькими факторами. Активизировалась купивля и репатриация дивидендов. То есть, валюта купивалась для выведения из-за кордона. Это дивиденды от инвесторов. Другой фактор это выведение инвесторами своих денег, которые они вкладывали еще на начале года в государственной цене паперы. Совпадение или нет, но девальвация нацвалюты началась одновременно с задержками по выплате пенсий. Тогда в пенсионном фонде признали, что существует дефицит средств. По мнению экспертов, подобная ситуация может повториться, ведь существенная часть поступлений в госказну напрямую зависит от курса доллара, цена которого в бюджете этого года заложена на уровне 20 гривен с небольшим. Слишком крепкая гривна плохо для бюджета. Они вынуждены будут откуда-то напечатать деньги. В результате, конечно, сейчас будем видеть попытку инфляционного, эмиссионного накачки и закрытия дырки в бюджете, которая возникла из-за сильной гривны. По словам экспертов, падать гривня будет и дальше. Уже зимой курс может преодолеть отметку в 30 за доллар. В зиме выше 30 гривен за доллар. Нацбанк будет стараться мешать этому процессу через повышение учетной ставки. И тут вопрос кто кого. То ли Нацбанк будет очень агрессивным и будет задирать очень сильно вверх процентные ставки, тогда гривна хуже, чем 28 не будет. Или Нацбанк будет все-таки не таким агрессивным и тогда будет 30, а может быть и 32 даже уже накануне выборов. Падение курса отразится и на цене продуктов. Осенью их стоимость увеличится на 2%. У вересня в другую половину мы будем мать до нашей стандартной цены плюс 2% только за рассмотрение девальвации плюс действительно в вересне прогнозируем немного увеличение цены на овощи, на фрукты, на все другие товары, зерновые, хлеб, немного. Поэтому как раз до стандартного увеличения цены додастся еще и девальвация. Финансисты считают, что ситуация может усугубиться, ведь о сотрудничестве с Международным валютным фондом Украина так и не договорилась. Данил Снисор, Вадим Сверидонов, подробности, телеканал Интер. Подражание доллара, рост тарифов и задержки по социальным выплатам плюс инфляция и в итоге многие украинцы не могут позволить себе самого элементарного. В этой ситуации считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко правительство должно вернуть госрегулирование цен на товары первой необходимости. Цены растут, цены на продовольствие выросли только за прошлый год на 20%. К сожалению, такая же тенденция и сейчас, поскольку цены растут, тарифы растут, а покупательная способность людей снижается. Инфляция может и может снизиться, потому что у людей просто нет денег. Спусковым крючком вот этого всего безобразия послужило решение правительства в октябре 2016 года убрать государственное регулирование за ценами на товары первой необходимости. Ни одно государство в условиях кризиса не имеет права устраняться от контроля за ценами. Очень важно, что правительство должно контролировать, отсекать спекулятивные составляющие, должно обеспечивать прозрачность ценообразования. Коммунальный коллапс в Новомосковске Днепропетровской области. Уже в это воскресенье город может остаться без воды, хотя жители исправно за нее платят. Тем не менее, уже почти неделю вода подается по графику. Детские сады уже закрылись, больницы максимально экономят. Почему страдают люди, выясняли мои коллеги. Школы и детские сады Новомосковска закрыты из-за того, что нет воды. Нормально работать они не могут. Воспитатели отправили в незапланированный отпуск. Несладко и местным жителям. Воды отключили еще 26 июля по всему городу. Подают строго по графику утром, в обед и вечером по несколько часов. Никто ничего не сказал. Даже не повесили, то есть всегда объявления вешают на дверях. На подъездах? Да, не было. Люди заводу платят исправно, но ее все равно отключили. А все из-за того, что водоканал Новомосковска задолжал Днепроводоканалу 12,5 миллионов гривен. Чиновники ссылаются на то, что государство не погасило разницу в тарифах. В пределах 2,5 миллиона разница в тарифах не была выключена государством. Был принят закон и до июня 16-го года эта сумма должна быть выплачена. Ее государство нам не выплатило. И долги. 1,7 миллиона. 1,7 миллиона долгов это с 13-го года, которые на Новомосковске подоканал повесили, а взять их негде. Вот уже считайте. 3,5 миллиона уже около 4-х. По словам зама городского головы Днепра, водоканал Новомосковска покупает воду у Днепроводоканала по тарифу чуть больше 3 гривен за кубометр. Людям продает по 13 гривен. Да еще и умудрялся проворачивать незаконные схемы. Кроме того, службой безопасности нашего водоканала было выявлено о том, что по той цене, которая поставляется для всех потребителей, водоканал Новомосковска умудрялся еще перепродавать эту воду одному из крупных самых промышленных предприятий города Новомосковска. То есть это речь идет о трубном заводе. И то есть цена там совершенно была другая. После 9 месяцев уговоров погасить задолженность частично согласился горсовет Новомосковска и уже перечислил полтора миллиона гривен. Сегодня 2 миллиона гривен будет перечислено. Сейчас я вернусь, мы проанализируем все наши бюджетные программы и изыщем по договоренности 4 миллиона до 10 числа мы еще проплатим до 10 августа. Остальную сумму задолженности мы подпишем соглашение о ее реструктуризации на год. Когда в мэрии Новомосковска рассчитаются с долгами водоканала, на предприятии проведут служебную проверку, чтобы выяснить, как там вели финансовую деятельность. Андрей Кровец, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. После еды из ларька на больничную койку. В столице массовое отравление людей шаурмой. По данным инфекционистов, в больнице поступили уже 30 пострадавших. Известно, что накануне все они покупали шаурму на Броварском проспекте. В полиции уже назначили судебно-медицинские экспертизы и проверку продуктов питания в заведении. По факту отравления открыли уголовное производство о нарушении санитарных норм. И уже в рамках криминального проведения сейчас мы общаемся с всеми людьми, которые утрулили. Подключены профильные службы. Відповедно, лекарь нам уже вказают честно на то, что это инфекционные кишковые палочки. То есть, это чистое утруление. И когда полиция выехала туда на торговое место, где, как показали люди, где они куповали эту шаурму, соответственно, сейчас эта торговая точка уже закончена, но полиция выложила всю продукцию, которая там была, и выложили обладнание, на котором безусловно выготовлялась эта шаурма. В Киеве вандалы остановили электричку, разрисовали ее и забросали камнями. Пострадал один пассажир. Инцидент произошел между станциями Сырец и Выжгородская. Группа неизвестных остановила поезд. По словам очевидцев, некоторые пассажиры отравились парами краски, но выйти им из вагона не дали. В них бросались камнями, одному человеку попали в голову. Их было человек 10 минимум. Остановили поезд, начали расставать граффити на вагонах. Один мужик выбежал из вагона, в котором я стоял, начал их отгонять, этих подростков. Эти вандалы начали кидать в него камнями. Я стоял напротив открытой двери и камень прилетел мне в голову. сели на местную электрику на улице Серець. Они безусловно разместились на задней платформе этой электрички, на даху. Они где-то посередине этого промежка открыли специальный засоб, которые соответствуют гидравлической системы данной электрички. Таким чином, спустивши тиск, они остановили данный транспортный засоб. После чего за готовленная группа людей с баллончиками, с фарбой, а также газовыми баллонами подбегли к данной электрички, после чего начали их повреждать. ГОСТРУДА проведет масштабную проверку Депо Кременчуга и других объектов в Укрзалезнице. Об этом сообщил Сергей Каплин на своей странице в соцсети. По словам нардепа, контрольные мероприятия начнутся уже к концу августа. Первым делом проверят локомотивное Депо Кременчук. Именно оттуда большинство жалоб поступило на состояние подвижного состава, условий работы, нарушений правил безопасности охраны труда. Проконтролируют и другие Депо по всей стране, а также отследят экономический рост, экономичную стабильность. Сегодня работают в сложных нелюдских условиях. Кременство Укрзалезнице нам рапортует о том, что у них европейское современное предприятие. Кременство Укрзалезнице говорит о рост заработной платы, рост выдатки на социальную сферу. А я еду на предприятие Укрзалезнице и вижу там людей, которые работают в рабских условиях. Я проконтролирую, чтобы Держпрация была допущена комплексный анализ умов прачи этих людей. Десять семей переселенцев въехали в новые квартиры под Харьковом. В Богодухове людям, бежавшим с оккупированных территорий, отдали целый дом и перестроили бывшее здание больницы. С деньгами помогли немецкие партнеры. Когда и сколько еще семей смогут получить новое жилье, знает Светлана Шекера. Дима и Илья уже решили, кому где спать на двухъярусной кровати в новой квартире. Рассказывают, как обустроят комнату. Это было заброшенное здание бывшего больничного стационара. Отремонтировали. И вот сегодня в новый дом вселились 10 семи переселенцев. В мэрии, говорят, желающих было втрое больше, чем квартир. Перевагу отдали многодетным семьям, семьям с детьми, пенсионерам и людям, которые трудились процедатность. Деньги на ремонт выделило правительство Германии. До конца года в Харьковской области, говорит глава обладминистрации, переселенцам дадут жилье в Лозовой, Дергачах, Золочеве и Краснограде. До весны достроят большое общежитие в Изюме. Жилье очень нужно, ведь в регионе осели более 127 тысяч человек с оккупированных территорий. Допомагаем людям, житлова программа для переселенцев ДИИ. В Богодухівському районі завершена реконструкція будівлі для соціального житла. 10 квартир для 30 людей. Це гарна наша співпраця із немецкими партнерами і Українським фондом соціальних інвестицій. За рік плануємо по Харківській області відкрити ще 6 гуртожитків, а це 100 квартир майже для 350 людей. Турбота і справжні справи – міністр соцполітики только зараз почала займатися проблемою життя для переселенців. А пока госпрограммы готовяться, допомогу оказывають международні партнеры. Загалом майже тисячі переселенців будуть мати вже дах над головою завдяки коштам платників податків з Німеччини. Я сподіваюся, що наступного року у нас вже будуть і державні программи по забезпеченню житлом. В этом году в собственні квартири також в'едут переселенці в Мелитополі, Камыш-Заре Запорожжської області і во Львові. Светлана Шекер, Александр Яновський, подробності, телеканал Інтер, Харківська область. Скандалом закончилось сьогоднішнє судебне засідання по делу Януковича. Суді назначили президенту-беглецю государственного бесплатного адвоката после того, как сторона защиты прямо посреді засідання покинула зал. Так адвокаты Януковича отреагировали на отказ судей от допроса свидетеля. С сьогоднішнім решенням суда вони теж не согласны. Говорят, це противоречить українському законодательству. На місці адвокаты даже написали заявление в поліцію. Кримінально-процесуальним кодексом, я звертаю увагу, передбачено, що не може бути в судовому засіданні більше пяти захисників. На даний час я обраний п'ятим захисником, останнім. Більше неможливо. Тому суд завідомо незаконне рішення приймає. Болонський район судом було підтримано позицію сторонного внувачення щодо неприпустимих дій та поведінку адвокатів і було призначено безоплатного адвокату. Ми вважаємо, що це законне рішення. Ми згодні з даним зрішенням оскаржувати дане рішення ми не будемо. Сам собі оружейник. В США генеральні прокурори сразу 10 штатов подали в суд на администрацію Трампа. Требують заблокувати опубліковані в інтернете чертежі пистолета, які можна напечатати на 3D-принтері. Дмитрий Анопченко разобрався, опасно ли оружие, котре кожен може зготовити дому. Вот оно, изобретення, вокруг которого возник такой грандиозний скандал. Первый в Штатах пистолет, детали которого можна распечатати дому. Американський оружейник Коди Вилсон выложил чертежи в свободный доступ в інтернете. А значит, каждый, кто приобрел или взял в аренду 3D-принтер, мог самостоятельно напечатать себе оружие. Ведь из металла в этой модели только баёк. Всё остальное слой за слоем изготавливается на принтере. Власти сразу же забили тревогу, напуганные тем, что такое оружие не обнаруживают металлодетекторы. Разбирательство длилось 3 года. Власти требовали удалить чертежи из интернета. Вилсон, наоборот, судился с американским правительством, требуя полной свободы действий. И в итоге победил. Уже с завтрашнего дня получил право свободно размещать в интернете чертежи и файлы для 3D-печати оружия. Более того, 40 тысяч долларов компенсации отсудил. Но теперь уже взбунтовались прокуроры штатов. Вашингтон и Массачусетс, Коннектикут и Нью-Джерси, Пенсильвания и Нью-Йорк, 10 крупнейших территорий страны судятся с правительством, требуя снова заблокировать чертежи. Это просто безумие давать преступникам инструменты для создания неотслеживаемых пистолетов, напечатанных на 3D-принтере одним нажатием кнопки, заявила прокурор Нью-Йорка. И страна теперь опять разделилась. Половина вспоминает массовые расстрелы, мол, маньяки и без того легко достают пистолеты и винтовки. А если их теперь на принтере напечатать можно будет, Америка вообще будет залита кровью. Но другая половина наоборот убеждена, чем больше людей получат оружие, тем спокойнее будет в Штатах. Дескать, никто не сунется, зная, что сразу же получит пулю, пусть и из самодельного пластикового пистолета. Так что новый суд по делу Вилсона обещает быть резонансным. Ну а многие американцы, не дожидаясь решения Фемиды, уже скачали в интернете эти злополучные файлы, о которых столько споров. Ведь самые жесткие ограничения правительства во всемирной паутине очень часто не срабатывают. Из Вашингтона Дмитрий Анупченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона рекордно упал с момента его вступления в должность. Причиной такого резкого падения стала публикация видео, на котором начальник охраны французского лидера избивает демонстранта во время протестов 1 мая. Французское издание опубликовало соцопрос, согласно которому лишь 39% граждан страны удовлетворены работой Макрона. Резкую критику в сторону президента высказали и сторонники республиканцев, и партии демократического движения. Сам же Макрон избегает вопросов по делу об избиении. Я довольно часто комментирую скандал вокруг Александра Беналлы, но сейчас я хочу прекратить об этом говорить, потому что должен помогать своему народу и решать другие проблемы. Миллиард евро помощи просят у правительства немецкие фермеры в качестве компенсации за потерянный урожай. Причина аномально жаркое лето. Сегодня, например, в некоторых регионах Германии под 40. Подробнее Татьяна Лугунова. Да что рассказывать, я лучше покажу. Вот, смотрите, это все, что осталось от подсолнечника. Сейчас это растение должно было быть таким высоким, как мы с вами. Подобные истории могут рассказать и другие немецкие фермеры. Из-за аномальной жары аграрии готовятся к подсчету убытков. В этом году они потеряют минимум 20-30% урожая. Без помощи государства не обойтись. Должны быть приняты политические меры, причем быстро. Только зерновых мы соберем на 7-8 миллионов тонн меньше, чем в предыдущие годы. Аграрии просят у государства миллиард евро компенсаций. А финансисты уже предупреждают, из-за неурожая могут подорожать продукты питания. Начиная с хлеба и заканчивая чипсами и сахаром. Жара тем временем не думает отступать, оставит все новые рекорды. Сегодня в разных регионах Германии 37 до плюс 40 градусов по Цельсию. Пока что это самый жаркий день года. Чрезвычайное положение объявили и в Бундесвейере. Теперь любые учения и тренировки разрешено проводить либо ранним утром, либо вечером, когда жара немного спадает. На время отказаться от физических нагрузок советуют и всем остальным жителям страны. А также пить много воды и по возможности избегать пребывания на солнце. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Сколько жизней погубила жара в Японии? На каком вулкане застряли полтысячи альпинистов? И в какой стране с телефоном в школу больше не пускают? Об этом и не только. В нашем обзоре. В Японии из-за аномальной жары погибли 125 человек. В некоторых районах температура достигает 40 градусов по Цельсию. Симптомами теплового удара к медикам обратились более 57 тысяч граждан. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время прохлада не ожидается. До этого Япония оказалась под ударом мощного тайфуна, который повлек за собой наводнения и оползни. Всего от стихийных бедствий погибло 347 жителей. В Индии сезон муссонных дождей. На севере страны беспрерывные ливни вызвали масштабные наводнения и оползни. В течение последних недель погибли более 500 человек. Из столицы Дели и ее окрестностях эвакуировали более 10 тысяч жителей. Местные власти предупреждают, пик наводнений придется на следующую неделю, поскольку вода продолжает прибывать. Полтысячи альпинистов эвакуировали со склонов вулкана Риджани в Индонезии. Искатели приключений застряли на горе из-за землетрясения. Два дня назад оно вызвало многочисленные оползни, которые заблокировали спуск с вулкана. Не менее шести скалолазов исчезли без вести. Подземные толчки магнитудой 6,4 всколыхнули Индонезийский остров Ламбок. Жертвами землетрясения остались 17 человек. В зоопарке города Чианграй на севере Таиланда крокодил чуть не откусил руку заклинателю. Тот решил перед зрителями продемонстрировать опасный трюк, засунув руку в пасть хищника. Неожиданно крокодил закрыл пасть и заклинатель в последний момент успел убрать руку. Позже хозяин зоопарка заверил, что раны незначительные и мужчина снова сможет выступать перед зрителями. Нет мобильным телефоном в школах, сказал французский парламент. С сентября дети до 15 лет не смогут использовать на территории школы смартфоны, планшеты и ноутбуки. Запрет распространяется и на учителей. Исключение только для детей с ограниченными возможностями и в случаях, когда гаджеты необходимы для обучения. Этот закон одно из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона. До сих пор мобильные были запрещены лишь на занятиях, а теперь и на всей территории школы. Марс становится ближе. Сегодня расстояние от Земли до Красной планеты будет наименьшим за последние 15 лет. На ночном небе оранжево-красный Марс будет казаться еще ярче, чем обычно. Это явление называется великим противостоянием планет. Последний раз на минимально возможное расстояние Марс подходил к Земле 60 тысяч лет назад. Как будут развиваться события, следите на нашем сайте. подробности завтра в 8. Итоги дня подведет уже Наталья Белышева. А у меня все. Приятного вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok